Сегодня проходил день комплексной сенсорной интеграции детей с нарушениями зрения. Данная программа стартовала еще два года назад, когда мы начинали работу с канистерапией. Суть данной программы сенсорной интеграции детей с нарушениями зрения заключается в том, чтобы научить ребенка взаимодействовать с миром. И для этого мы создали поэтапную программу, которая включала в себя канистерапию, ипотерапию и анималотерапию в целом. На первых этапах мы работали с детками с канистерапией, где дети знакомились и учились преодолевать первые свои страхи по ознакомлению с животным миром. После этого, в этом году, мы уже решили перейти ко второму этапу, это подойти к сенсорной интеграции, и ознакомлению с другим миром животных. И именно поэтому здесь проводится экотерапевтическая сессия на природе, когда много шума, много звуков животных, много дополнительных раздражителей, к которым у ребенок чаще всего относится осторожно и даже с некоторой опаской. Но, учитывая, что подготовительный этап прошел успешно, сегодня наших детей встречали те самые собаки-поводыри, которые работали с ними на протяжении двух лет. И вот ознакомление с уже окружающим миром, с эко-парком, происходило вместе с их друзьями, которых они очень хорошо знают. И первая встреча с новыми животными проходила с помощью экскурсии, в которой они по звукам, по запахам, по информации узнавали новых животных. И знакомились, с какими животными можно вступать в контакт, если это не опасно, с которыми нельзя, потому что они ведут определенный образ жизни. И дальше они знакомились уже в контактном дворике. Точно так же у них происходила сенсорная интеграция, ознакомление с объемами, формами, ощущениями животных, их звуками, их запахами, дифференциация данных животных. И завершательным этапом стало ознакомление с лошадьми, где они смогли не только с ними познакомиться, не только их погладить, не только их покормить, узнать их объемы, узнать их на ощупь, но и даже покататься. Самые смелые покатались, оказались смелыми абсолютно все. А вот в этом и зависит самое главное, заключается самая главная цель сенсорной интеграции, комплексной, где ребенок на примере комфортного для него животного, это канистерапия, знакомится с миром животных, а уже дальше он не боится, потому что у него есть опыт, как правильно знакомиться, как приобретать этот опыт, как этим навыком пользоваться. Именно поэтому в этот раз не было ни одного случая, чтобы ребенок испугался и не подошел в контакт ни к одному животному. Продолжение следует...